Это видео записано для сайта exeget.ru. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 13 главы книги Деяний. Первые три стиха этой главы посвящены описанию жизни христианской общины в Антиохии и повествуют о событиях, которые легли в основу первого миссионерского путешествия апостола Павла. Когда мы еще с вами начинали разбирать книгу Деяний, я говорил о том, что, по мнению святителя Анастасауста, Евангелие говорят о Христе, а книга Деяний говорит о Духе Святом. Почему он так сказал? Потому что, если в Евангелиях Христос посылает апостолов на проповедь, руководит их жизнью, то в книге Деяний описано то, как жизнь апостолов руководит Дух Святой. Так и здесь. «Дух Святой сказал, отделите мне Савла и Варнаву на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». Вот так начинается первое миссионерское путешествие апостола Павла. О Павле, Савле, мы уже знаем, мы знаем историю его обращения. О Варнаве, который здесь упоминается, мы тоже помним из повествования 4 главы. Да, это тот Варнава Кипрянин, который продал все имение и положил к ногам апостолов для раздаяния бедным в христианской общине. И это именно тот Варнава, благодаря которому получил распространение проповедь христианства в Антиохии, который позвал туда Савла для того, чтобы он помог ему проповедовать и основывать там христианскую общину, христианскую церковь. Это тот Варнава, который в Иерусалим вместе с Савлом ходил с пожертвованием во время голода для поддержания Иерусалимской церкви. Поэтому эти личности нам знакомы. Но наряду с ними упоминаются и те, кто неизвестен нам прежде. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава известны нам и Симеон, называемый Нигер, Луций Кирененин, Манайл, совоспитанник Ирода, чертветовластника и Савл. Вот все эти люди называются пророками и учителями. Вот здесь нам необходимо разобраться в самой терминологии. Для лучшего понимания данного отрывка можно обратиться к одному из самых ранних произведений христианской литературы, правда не вошедших в канон Нового Завета. Это так называемое дедахи или учение девянадцати апостолов. Это памятник второй половины первого века, который раскрывает нам особенности устройства христианской церкви в ее самый ранний период. Так вот, согласно терминологии дедахе, пророки и учителя – это служение в христианской общине, харизматические служения, о них упоминает также апостол Павел в послании к Коринфянам. Если проводить какие-то параллели с современной жизнью, то, наверное, пророки первого века христианства – это того, кого мы обычно привыкли называть прозорливцами или прозорливыми старцами, то есть те люди, которые открывали волю Божию, потому что пророк – это не обязательно тот человек, который пророчествует о будущем, а тот, который открывает волю Божию действием Духа Святого, неважно, к чему она относится – к прошлому, к настоящему или будущему. А учителя – это тоже одно из служений христианской общины. В задаче учителей входило назидание в вере людей, новообращенных христиан, для того, чтобы они постепенно становились христианами, не только по факту крещения, но и по самой своей жизни, будь то они бывшие иудеи или бывшие язычники. Неудивительно, что в Антиохии упоминается Луций Киренейнин. Мы помним, как в 11 главе книги Дени говорится, что именно христиане из Кипра и Киренеи, а Киреней или Киренайка – это область Северной Африки, именно христиане оттуда впервые пришли и проповедовали христианство в Антиохии. В чем был смысл вот этого возложения рук? В апостольский век возложение рук – это, скажем так, универсальный символ преподания благодати. Здесь уже можно рассуждать о том, что это было. Это было либо преподание особой благодати для служения проповеди, или это было особое благословение на вот это первое путешествие, или же здесь речь идет об особом иерархическом посвящении, которое получили Варнава и Саввел, поскольку именно во время первого миссионерского путешествия впервые упоминается, что Варнава и Саввел, они поставляли по всем городам пресвитеров, то есть предстоятелей христианских общин. А до этого момента мы не видим, чтобы Саввел обладал властью, харизмой, рукоположения, иерархического рукоположения. Если бы у нас с вами была возможность расспросить того апостола Павла о его миссионерских путешествиях, то, конечно, бы он очень удивился вот тому, что мы считаем его миссионерские путешествия. Конечно же, в книге Деяния описана в целости вся миссионерская деятельность апостола Павла, но просто для удобства изучения мы делим эту миссионерскую деятельность на несколько периодов, то есть период до 13 главы, когда апостол Павел, скажем так, проповедует, только-только начав свой путь христианской жизни, и последующие четыре путешествия, три миссионерских путешествия, которые все начинаются с города Антиохия, и последнее путешествие в Рим. Но я повторю, что эти деления, они, в общем-то, очень условны и необходимы нам просто для таких школьных целей, для лучшего усвоения материала книги Деяний. И вот апостолы Павел и Варнава, они из города Антиохии Сирийской отправляются на запад в портовый город Антиохии, это город Селивкия, который, так же, как и Антиохии, находился на берегу реки Аронд. И вот из этого порта Селивкия они отправляются дальше по Средиземному морю на запад, на Кипр. Они приплывают к западной оконечности Кипра, это Соломин, и проходят, как говорится в 13 главе, в стихах с 4 по 12, а именно здесь описан кипрский эпизод первого миссионерского путешествия после Павла, проходит весь остров от Соломина до Пафа, или Пафоса. И вот в Пафосе находится резиденция римского проконсула Сергия Павла, о котором, впрочем, известно, что его род, его фамилия, происходит из Галлии. Так вот, этот римский чиновник, который управлял этим островом, он с интересом обращает внимание на проповедь апостола Павла. Я недаром говорю апостола Павла, поскольку именно впервые здесь, вот в этом отрывке говорится «Савл, он же Павел». Мы можем здесь видеть с одной стороны перемену имени. Савл становится Павлом. С чем она связана? Либо с произошедшим в Антиохии рукоположением, но, скорее всего, апостол Павел просто действует здесь под своим третьим именем. Согласно древней традиции, традиции того времени, у человека было как минимум три имени. Это имя личное, родовое имя и прозвище, как гномен, который часто имел латинские корни. Так вот, Павел, что значит младший или малый, скорее всего, это было третье имя апостола Павла, но, скажем так, выходя на просторы греко-римского мира и сталкиваясь с греко-римской цивилизацией, апостол Павел начинает действовать вот под этим более понятным для римлян и для греков именем Павел. Но, тем не менее, проповедь апостола Павла Сергию Павлу она встречает препятствия со стороны Елимы Волхва. Он противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Вот здесь упоминание об этом Волхве Елиме, тем более связанное с Кипром, оно здесь очень важно, поскольку еще Плиний Старший упоминал о том, что на Кипре в то время существовало две школы магии языческого происхождения, греческого происхождения и иудейского происхождения. Упоминание о магии с Кипра встречается также в творениях Иосифа Флавия. То есть, очевидно, мы имеем здесь дело с каким-то, в общем-то, таким устойчивым историческим явлением и склонным здесь доверять тому, что пишет Плиний Старший. И неудивительно, что именно такой человек, он находился в окружении Сергия Павла, поскольку иногда именно богатые, знатные люди окружали себя вот такими, в кавычках, духовными наставниками, которые помогали им, ну и, конечно, очевидно, благодаря этому тоже имели некоторый источник дохода и своего собственного содержания. Но что интересно, что апостол Павел сказал «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, вот ныне рука Господь на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И действительно, этот Елима, Волхв, он становится слепым. Но здесь нужно внести очень одно очень важное уточнение. Мы помним, что слепота поразила самого апостола Павла, когда он был гонителем христиан. И он прозрел тогда, когда принял таинство крещения, когда обратился ко Христу. И вот эти слова «будешь слеп до времени», да, они означают именно то, что да, ты будешь слеп до какого времени? До момента своего покаяния. Поэтому апостол Павел желает не просто таким чудесным образом наказать этого человека, но делает это для его вразумления, как бы предсказывает ему покаяние. И мы можем предполагать, что этот человек, потом осознав свое заблуждение, осознав то, что он и других людей вергал в свое заблуждение, он потом получил исцеление. И вот тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Да, здесь мы видим, в общем-то, интересную характеристику этого человека. Да, вот слова апостола Павла не очень действовали на него, в то время, как произошедшее чудо произвело свое действие. Да, к сожалению, мы видим, что вот грубое сердце этого человека, оно было восприимчиво вот только к таким вещам. Хотя, конечно же, конечно же, вне всякого сомнения, лишь та вера может быть, лишь та вера может быть твердой, которая принята не только по действиям чудес, но и, прежде всего, по действию благодатного слова и встречного движения сердца, да, в ответ на Слово Божие. Апостол Павел из Пафоса, который находится на западном побережье Кипра, отплывает на север, в малазийский полуостров, и прибывает, как дальше говорится, в 13 главе в город Пергия. Но Пергия находится немножко в глубине малазийского полуострова. На обратном пути будет упоминаться город Анталия или Анталия. Скорее всего, об этом здесь не упоминается, но сначала апостол Павел прибывает в Анталию, а затем уходит в город Пергия. Почему здесь упоминание об этом городе, хотя, в общем-то, нет никаких упоминаний, что апостол Павел здесь проповедовал? Потому что Иоанн, он же Иоанн Марк, который отправился вместе с ними в путешествие, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Как мы узнаем потом, у него не хватило решимости дальше продолжать этот путь. И вот потеря своего спутника, она дала повод к упоминанию этого города, в котором, в общем-то, произошло это расставание. Из Пергии они идут на север полуострова в город Антиохия, которая носила звание Антиохия Писидийская. И мы не должны путать эти два города, находящиеся, в общем-то, в разных местах. Это разные топонимы. Антиохия Сирийская и Антиохия Писидийская. И, конечно же, апостол Павел приходит в синагогу для проповеди и проповедует там в течение двух суббот. Так вот, первая проповедь в Антиохии Писидийской представляет собой адаптацию пересказа основных элементов Ветхозаветной истории к ее христианскому осмыслению. И рассказ о этой истории апостол Павел использует для того, чтобы подвести своих слушателей к проповеди об Иисусе Христе. Павел, встав и дав знак рукой, сказал «Мужи израилетяне и боящиеся Бога». Послушайте. А вот в данном отрывке термин «боящиеся Бога» это не благочестивая характеристика. Слушатели апостола Павла – это термин, который обозначает именно язычников, да, именно ту категорию язычников, которые интересовались верой древнего Израиля и готовили стать празелитами, то есть обращенными из язычества в иудаизм. И вот они назывались «боящиеся Бога». И таким образом мы видим, что в этой синагоге присутствовали две категории людей, именно непосредственно евреи и вот эти язычники, которые проявляли такую лояльность и интерес к иудейской вере. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской». И вот именно с истории освобождения из египетского рабства апостол Павел начинает свою проповедь, снабжая ее определенными подробностями, которые, на мой взгляд, очень интересны. Так вот, около 40 лет питал их в пустыне. После сего около 450 лет давал им суди до пророка Самуила. Здесь мы встречаемся с очень интересными для нас хронологическими данными Священного Писания. То есть, по мысли апостола Павла, с момента исхода из египетского рабства до пророка Самуила, а это последний уже, скажем так, пророк или судья, после которого Израилем уже будут руководить цари, прошло, по мысли апостола Павла, 490 лет. Вот если мы сравним эти данные с теми данными, которые находятся в Ветхом Завете, а именно в Третьей книге царств, шестая глава, первый стих, то получается, что от исхода евреев из Египта до строительства Соломоном храма, а это уже спустя почти век, век после пророка Самуила. Прошло 480 лет. То есть, получается, что хронология апостола Павла расходится с хронологией Ветхого Завета. Если мы здесь попытаемся сделать такие предварительные вычисления, то основываясь на хронологии апостола Павла, от исхода евреев из Египта до строительства храма Соломоном должно было пройти приблизительно 460-580 лет. И несмотря на свое расхождение, расхождение своей хронологии апостола Павла с хронологией Ветхого Завета, мы видим, что с другой стороны хронология апостола Павла она фактически совпадает с хронологией его младшего современника Иосифа Флавия, который вот этот же период укладывал в 590 лет. Как объяснить это расхождение? Они очень важны, потому что в данном случае это не является областью исследования только лишь ученых-библеистов. Это очень важный вопрос веры. Это противоречие внутри самого Священного Писания. Почему так рассуждает апостол Павел, нам понятно. Коль уж его данные совпадают с данными Иосифа Флавия, мы понимаем, что апостол Павел основывал свою хронологию на тех толкованиях, скажем так, на тех данных исследований Священного Писания, которые были доступны ему в его время. В этом смысле мы видим, мы не видим никаких анахронизмов, мы видим, что апостол Павел здесь соответствует, ну, скажем так, в этих своих взглядах именно своей эпохе. Близость здесь с Иосифом Флавием она совсем не случайна. Что же касается самой природы такого рода противоречия, то мы должны понимать, что Священное Писание содержит в себе божественный и человеческий элемент. Человеческую элементу свойственны рассуждения, толкования, объяснения, анализ, и появляющиеся в результате этого анализа, в том числе неточности, ошибки, особенно в такой сложной области, как хронология. Поэтому, конечно же, подобного рода хронологические несоответствия в Священном Писании, они никак не вредят богодухновенности Священного Писания. Ведь цель Писания передать правильно божественное откровение. И в этом смысле что-то есть такое естественное, понятное и очень верное вот в такого рода отступлениях и противоречиях. Мы видим работу человеческой мысли, мы видим эту работу мысли по осмыслению прошлого, по изучению Священного Писания, где, конечно же, как во всякой научной деятельности, во всяких, скажем так, исчислениях и, в общем-то, всегда будут какого-либо рода неточности и расхождение. Это, наоборот, придает Священному Писанию какой-то особый колорит естественности и, если угодно, историчности. Так вот, апостол Павел, рассказывая о исходе евреев из Египта, напоминает им о пророке Давиде, о его особой миссии и говорит именно о том, что я проповедую вам того, кто является его потомком, а именно потомок Давида должен быть спасителем мира. И вот из его-то, то есть Давида потомства, Бог по обетованию воздвиг Израилю, спасителя Иисуса. И вот интересно, что апостол Павел приводит в этой проповеди несколько цитатов Священного Писания и из 2-го Псалма, из 55-й главы книги пророка Исаия, из 15-го Псалма, из пророка Аввакума. Но для нас важен следующий момент, а именно цитирование апостолом Павлом 15-го Псалма. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Мы уже слышали это пророчество в устах апостола Петра во время его проповеди в день Пятидесятницы. Апостол Петр говорит, что это пророчество Давида относится именно к Иисусу Христу. Апостол Павел утверждает то же самое. Но что интересно, аргументация и апостолы Петра и апостолы Павла они полностью совпадают вплоть до деталей. Как апостол Петр в общем-то доказывал отношение этой цитаты ко Христу на очевидном примере. Вот мы знаем все, что пророк Давид умер, приложился к отцам своим и даже гробниц его здесь. Поэтому эти слова о том, что святой или помазанник Божий не познает тление относится не к царю Давиду, а к Христу. И вот аргумент апостола Павла тот же самый. Давид в свое время, послужив извалению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. И вот здесь мы видим очень интересный факт, который показывает определенное единство апостольской проповеди. Мы уже видим, что в христианской среде одни и те же цитаты Священного Писания однозначно воспринимаются как пророчество об Иисусе Христе. Мы видим здесь появление особого рода христианской экзегетической апостольской традиции. «И тогда будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законным Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Я хочу обратить особое внимание на эту фразу, поскольку оправдание не делами закона, а веры в Иисуса Христа это одна из основных мыслей богословия 100 апостола Павла, именно та мысль, которую он последовательно будет излагать, объяснять и доказывать в своих посланиях, особенно в послании к Риминам и в послании к Галатам. Следующий эпизод, это 44-й по 52-й стихи книги Деяний, это проповедь апостола Павла во вторую субботу в синагоге в Антиохии Писидийской. Прошлая проповедь вызвала особенный восторг и особое приятие именно у язычников, вернее, вот у той, у тех слушателей апостола Павла, которые назывались «боящиеся Бога». И вот в следующую субботу почти весь город собрался служить Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти. И несмотря на, в общем-то, благоприятное принятие проповеди апостола Павла и Варнава со стороны язычников, они противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. И вот апостол Павел приводит в этой проповеди слова из 49-й книги пророка Исаии. «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». О чем он говорит? О том, что прежде всего по его мысли именно иудеи должны были первые принять проповедь о Христе и просвещать язычников. Но здесь наоборот, вопреки вот этому увещанию Господа через пророка Исаию происходит абсолютно обратное. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Обратите внимание, как здесь называется христианское учение, Слово Господне. Вот это устойчивое выражение Слово Господне, оно является синонимом слова Евангелия или как будет это в других местах книги Деяния, еще один способ наименования христианского учения Путь или Путь Господень. Уверовали все, кто были предоставлены к вечной жизни. Но здесь тоже необходимо кратко сказать о том, что значит предоставлены к вечной жизни. Конечно же, здесь речь не идет о каком-то волонтаристском избрании со стороны Бога, кого-то к погибели, а кого-то к спасению. Нет. Но поскольку Господь знает то, как каждый человек распорядится данной ему свободой, можно говорить о неком предизбрании, но это предизбрание основано не просто на решении Бога, потому что Бог всем людям желает спастись и в познание истины прийти, а на предвидении, на знании Бога о конце жизни и нравственном выборе каждого из нас. Вот в этом смысле можно говорить о предизбрании, но не в том смысле, что Господь просто по своей воле кого-то хочет наказать или отстранить от вечной жизни, а кого-то спасти. В конце концов, Павел и Варнава вынуждены бежать из этого города, потому что противодействие усиливается, но что интересно, иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигали гонения на Павла и Варнава и изгнали их из своих пределов. Вот внимательно вчитаемся в эти строки, насколько парадоксальны звучат. Они подстрекнули не каких-нибудь безбожных или безнравственных женщин, нет, они подстрекнули набожных и почетных женщин. А как же почетные женщины и набожные могли выгнать апостолов из города? Вот здесь для нас содержится очень важно упоминание о том, что благочестие и набожность без рассуждения и без здравой веры очень часто могут сыграть человеком злую шутку и ревность, которая не подкреплена истиной, она может послужить человеку во вред. вред. Редактор субтитров Продолжение следует...